Какие перемены произойдут на стрелке в Нижнем Новгороде? Какие скульптуры поставят на слияние великих рек? Что нашел для себя британский архитектор в нашем городе? Смотрите в телевизионной программе «Строй» в четверг, суббота, вторник, в четверг вечером в 22.30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы по традиции начинаем нашу программу кадрами большой стройки, которая ведется на полях возле поселка Новинки. Это крупнейшая площадка, где строятся малоэтажные жилые дома. Вы сейчас видели, как там забивают сваи. И, надеюсь, заметили, что сваи необычные, с тупым концом. Специалисты утверждают, что такие сваи забиваются даже лучше, чем заостренные. Там есть один секрет. А мы продолжим сейчас тему развития территории на стрелке в Нижнем Новгороде. Мы начали ее в прошлой программе, когда речь шла о проекте большого футбольного стадиона. Сегодня поговорим о том, что будет располагаться рядом. И в первую очередь это, конечно же, парк на стрелке, рассказывает Юрий Немцов. Потрясающее место. Т-образный перекресток, узел торговых путей, залог экономического успеха, центр Великой Русской Равнины, мыс, несущий на себе храм и порт, стрелка, стрелеца. Это место притягивает взор, к нему стремятся деньги, здесь сталкиваются интересы, вкусы, пристрастия. Были разные версии, уже в последние времена были версии высотные, крупный бизнес-центр, бизнес-квартал такой, да. Но все они не получили поддержки, такие вот, в том числе, очень радикальные были подходы. И, по сути дела, все пришли к выводу, что лучше всего, если она останется свободной, относительно свободной, ну, вроде, что такое свободный парк. Представьте себе состояние архитектора, которому дали задание спроектировать что-нибудь у подножия Акрополя. Собор Александра Невского не парфенон, но масштабы соизмеримы. Над проектом Парка Победы трудился весь коллектив НПО «Аркстрой». Парк делится на четкие две половины. Это и идеологическая, и градостроительная вещь. То есть есть Окская часть, которая, собственно, является мемориальной, обращенной к городу. Она совершенно портерная. Здесь главный вход с площади. Здесь находятся монументальные стеллы, элементы монументального оформления с перечнем предприятий, с героями Советского Союза. Возможно, здесь техника какая-то появится. Вот эта вот аллея славы, которая там посвящена. И есть вторая половина, волжская, ландшафтная. И она посвящена второй половине. То есть Победа ведь двоякая вещь. Это память о прошлом, и это открывает путь в будущее. То есть эта часть, она в большей степени парковая, в большей степени досуговая. То есть жизнь она продолжается. И здесь для этого есть, значит, большой амфитеатр, есть эстрада. И она сделана в виде холма. Значит, то есть пологовая подъем в сторону собора, который позволяет, не ставя как бы отдельных сооружений, тем не менее сформировать его северо-восточную сторону этой площади. Вот. И в этих, значит, в этом холме есть какие-то внутренние площади, проходы. Можно гулять и поверху, и понизу. Вот. Ну и к тому же мы считали, что холм – это тоже традиционная какая-то упоминальная форма, древняя, там, языческая даже, да. И в этом смысле вот этот холм издалека является как бы основанием для собора. Вот. Вот, собственно, такая вот двойственная идеология здесь была. Линия памяти, линия жизни, прошлое, настоящее, будущее. Да, мы живем здесь и сейчас, но заберите у нас наш опыт, наши воспоминания, что останется. Честно говоря, что конкретно будет происходить на Стрелке, до конца еще непонятно. То, что территория должна быть доступной для нижегородцев, с этим все согласны. То, что Стрелка – место особое и должно иметь высокую символику, это тоже всем ясно. Но как будет преобразован большой старый порт на Стрелке – это целая история, обязательно возникнут коррективы. Сегодня появились первые проектные решения для реализации идеи будущего парка. Место пересечения главных водных магистралей города – Волги и Оки. Междуречье – Стрелка. Именно от этой точки развивалась история Нижнего Новгорода. Не случайно наши предки построили здесь великолепный храм, третий по высоте в России. Александрнецкий собор перекликается с башнями Кремля, поддерживает гармонию между берегами. Долгое время территория Стрелки использовалась как погрузочно-разгрузочная зона для привозимых на ярмарку товаров. И до сих пор здесь располагается действующий порт. Но теперь, когда портовая функция больше не подкреплена торговой, территория Стрелки, благодаря будущей футбольной арене, должна стать главным туристическим центром города. На месте существующего порта будет располагаться парт. Эскизный проект его первой очереди – «Аллея славы знаменитых нижегородцев» разработан архитектурной мастерской Нижегородского архитектурно-строительного университета. Первая идея расположения на Стрелке в ключевом месте Нижнего Новгорода парка – парка славы, столь значимого для города – возникла в 2007 году, когда муниципальное предприятие «Институт развития города Нижегород-гражданний проект» выполнил проект планировки и межевания района Стрелка-сити. Тогда здесь возник парк, тогда на средокрестье набережных Волги и Оки возникла впервые круглая площадь. Позже на этой площади архитектор Карцев Юрий Николаевич запроектировал часовню, звонницу на батного колокола, которая присутствует также и в нашем эскизном проекте. Сегодня территория проекта первой очереди парка свободна от строений, поэтому она с наименьшими усилиями может быть расчищена и благоустроена. Это первая очередь парка славы, включает, собственно, аллею славы, которая ведет от входа со стороны объекта культурного наследия федерального значения собора Александра Невского, ведет как раз к пересечению Волги и Оки, ведет к Стрелке. Далее площадь на берегу рек с этим участком набережных. Эта площадь симметричная, решена как значимое место, которое даст возможность в дни торжеств и праздниц не только из верхней части, как это происходит сейчас, наблюдать нижнюю, но и из нижней части наблюдать верхнюю часть, стоя на этой замощенной площади. На входе в мемориальную зону будут установлены ворота. Вдоль самой аллеи будут размещены бюсты и стеллы, посвященные героям-нижегородцам, большим ученым и деятелям искусства. По обеим сторонам площади также будут расположены информационные стенды с описанием главных событий в истории города, а в центре – звонницы набатного колокола. Рядом со спусками к воде, где один берег встречается с двумя великими реками, будут установлены обелиски. Имея такой в российском градостроительстве аналог, как Стрелка Васильевского острова, мы захотели тоже отметить, если не растральными колоннами, то обелисками Волгу и Аку. И в нашем эскизном проекте предложили место вот этих вот обелисков, которые именно показывают пространство Стрелки, что это именно не точка пересечения, не какой-то единый знак-символ, а что это главное пространство в заречной части города. Эскизный проект требует дальнейших проработок, в которых обелиски, возможно, станут скульптурами, а условные фигуры бюстов обретут портретные черты знаменитых нижегородцев. Вы смотрите телевизионную программу «Строй». На днях в Нижнем Новгороде побывал известный архитектор из Великобритании Сунант Прасад. Несмотря на всевозможные украинские осложнения в международных делах, он не отменил своей поездки и прочитал в нашем городе лекцию об энергосберегающих технологиях в архитектурных проектах. Но главное впечатление английского архитектора от нашего города – это деревянные дома. Архитектор Сунант Прасад из Лондона – фигура известная в Великобритании. Избирался президентом Королевского института, член правительственной комиссии по архитектуре, автор многих реализованных проектов, в том числе к летним Олимпийским играм в Лондоне, среди которых школа и другие социальные объекты. В Россию Прасад приезжает второй раз и впервые в Нижнем Новгороде. Это замечательное место по своему природному положению. Две реки, плоский заречный ландшафт и гора. Вот это и есть Нижний Новгород. Неповторимое место. Это очень прекрасно, что сумели использовать особенности места, чтобы поставить Кремль. В 16 веке, так кажется. 15... Самое начало 16 века. Это очень удачное решение, ни с чем не сравнимый вид. Большой простор реки и над ним крепость. И дальше город рос и получал свой особый характер, но то, что возникло позднее, уже не так хорошо. Вообще-то у нас очень трудно строить на высоком берегу реки, потому что наши горы — это не камень, не скала. Да-да, это грунт, земля. И еще вода под землей. Тут множество проблем. Но то, что построено, стоит уже 5 веков, ваш Кремль. Значит, инженеры должны были быть очень хороши. Но я должен сказать, и ваши современные мосты прекрасны. Так что и нынешние инженеры проявили впечатляющие способности. Вместе с Сунандом Прасадом мы разглядываем экспозицию деревянной архитектуры Нижнего Новгорода в Центре современного искусства. В кадрах уходящая натура, старые дома, некогда составлявшие основу всей городской застройки. Таких домов, конечно, нет в Лондоне. Конечно, нет. Дома в Нижнем Новгороде особенные. Вообще каждый город особенный. Все разные. А сегодня весь мир становится одинаковым. Макдональдс, Дольче Габбана — все кругом то же самое. Нужно повсюду сохранить все, что непохожее. И вот это все — история архитектуры Нижнего. В этом его особенность. Однажды вы все это потеряете и никогда не сможете воссоздать. Это как потеря своей сущности. Эти дома вызывают у вас профессиональный интерес? Профессиональный интерес можно легко определить. Каждый дом — это история о том, как люди жили в те времена. Их гений, их намерения, потому что они создавали всю эту застройку на основе собственных замыслов, собственной фантазии, собственных представлений. Это свидетельство истории. Это очень интересно. Но мы вдруг еще понимаем, что эти дома вызывают и наши собственные эмоции. Почти все, кто смотрит на эти дома, чувствуют, как они прекрасны. Как сейчас много современных зданий из бетона? Вы это видите? И они нравятся людям, но это опасная иллюзия. Мы можем построить прекрасные современные здания, но мы строим гораздо больше отвратительных современных зданий. Одно здание у нас прекрасно, а рядом сотня, которые ужасны. Можно сказать еще одну мысль про дома, которые мы здесь видим на выставке? Они вступают в общение с вами, в постоянный контакт, словно это человеческое лицо. Поэтому каждый дом — это индивидуальность. Мы должны учиться этому в современной архитектуре, как создать подобную коммуникацию человека с объектом. Если, в отличие от британского архитектора, вы не замечаете красоты наших старых деревянных домов, сходите на улицу Гоголя, дом 18. Там сохранились уникальные экземпляры. Поторопитесь, пока они не пропали. Буквально через дорогу от строительного университета пройдете в проем ворот, и вот они. Два зеркально отражающих друг друга корпуса-близнеца. Два прекрасных городских деревянных дома. Улица Гоголя, 18. Сто лет простояли эти дома, задуманные еще в дореволюционные годы. Это была совсем другая жизнь, другой круговорот делал, другой быт, другой уют. Здесь жил подрядчик Нижнего Новгорода, Венедеев. Он продал в 17-м году железные дороги, сам уехал в Америку. А-а-а! Поняли? Здесь жил сын, а здесь отец. Здесь у него поварик был. Здесь, где детский садик, там были яблоки, мы еще рвали яблоки, когда уехал. Для старого Нижнего Новгорода все это было обычно. Каждый дом имел свой особый наряд. Здесь очень было красиво. Знаете, он был голубой, виноград сиреневый, листья зеленые. Здесь все выложено было. То есть все наличники были расписаны красками, да? Краски, да. Вот здесь была арка. Замечательно, что в этих домах живут. Ведь, скорее всего, здесь не все соответствует сегодняшним стандартам комфорта. Как живется в таком доме вообще? Замечательно. Свежий воздух, здесь большие потолки. Очень хорошие дома. Они вообще в каком состоянии? В хорошем, нормальном? Фундамент в очень плохом состоянии. Внизу, да? Да, да, да. Он рушится полностью, и дома как бы складываются вовнутрь. Получается, эти дома скоро уйдут. Мы уже привыкли к исчезновению с наших городских улиц поблекших деревянных старожилов. Но ведь они по-настоящему красивые. И красота эта никогда не повторяется. Здесь декор весь деревянный как бы опирается на народные традиции, которые бытовали в сельской местности. Но общий масштаб, облик, пропорция и вообще ощущение для этих зданий, безусловно, это типичная городская застройка, которая в большом количестве преобладала вот в Нижнем Новгороде во второй половине XIX века. Но в ходе вот последних вот изменений в градостроительстве Нижнего Новгорода их осталось, в общем-то, единицы. Но в свое время, наверное, таких домов было немало. Это была, наверное, достаточно типичная вот... Согласен. Но даже и на фоне тех зданий, которые были подобного рода, эти здания, безусловно, были очень заметными. А именно по качеству и профессиональному исполнению резьбы. Здесь использовано несколько типов резьбы. И пропильная накладная резьба, и элементы глухой резьбы, которые восходят к традициям глухой городеской. Это мы видим как раз вот в наличниках, вот в этих ветвях таких условных растительного орнамента. И вообще-то детали наличников, они очень такие крупные, сочные. То есть мастерство здесь достаточно высокое. То есть это здание интересно и как с точки зрения архитектурного произведения, и с точки зрения высочайшего ремесла, в хорошем его смысле слова. Это не ремесленная подделка, это действительно высокое ремесленное искусство. Вот это изящество, которое здесь видно, говорит о какой-то культуре вот такого декора городского дома с использованием всех способов деревянной резьбы. Вот, по-моему, видимо, в Нижнем Новгороде это было развито. Да, и здесь вот если проанализировать мотивы, которые здесь использованы, и сравнить их с мотивами резьбы на других, сохранившихся в Нижнем Новгороде зданиях, то мы можем увидеть сходство этих элементов, этих мотивов. И примерно это один и тот же исторический период, что наталкивает и наводит на мысль, не одна ли это высокопрофессиональная, высококвалифицированная бригада, работавшая в Нижнем Новгороде по заказу различных домовладельцев. Например, вот мы можем посмотреть великолепные по качеству исполнения, заполнение вот тимпана в треугольном фронтоне, который завершает наличники центральных окон. Вот эти гроздья винограда, и вот из вазона вот эти декоративные листья. Очень близко и по тематике мы можем увидеть на улице Грузинской дом 11. Там 11 и 13, они оба дома вместе срослись. Тоже это дома 80-х годов, 19 века. И там есть вот очень близкий по качеству исполнения декор. Был до последнего времени дом на улице Белинского, напротив сада имени Пушкина, где тоже преобладали и еловые ветки, такие необычные мотивы, характерные именно для нашей полосы. Ну, этот дом, мы только его тщательно обмерили, зафотографировали, и он остался только в памяти и на бумажном носителе. Дома сейчас нет, на его месте уже 12-этажный дом возведен. И есть еще очень интересный дом, где мы можем такие же мотивы видеть, из той же высокого уровня исполнения. Это дом 28 по улице Ковалисинской. Вот, собственно говоря, это дом купца Веренинова. Вот, собственно говоря, перечень-то исчерпывается. То есть на пальцах одной руки можно посчитать вот эти деревянные здания, которые чудом сохранились до 2008 года. И вот есть большие опасения, практически уже не опасения, а есть уже согласованный проект, что этим домам здесь места не нашлось. Куда уйдут эти прекрасные дома? в небытие? Или мы все-таки сумеем их сохранить? Сегодняшний выпуск телевизионной программы «Строй» подошел к концу. Желаю вам успеха, особенно если вы строите свой собственный дом. Смотрите нашу передачу ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»